Всем добрый вечер. Мы сегодня заместим 24 главой книги Хискель, которая, в принципе, является последней главой первой части книги, а точнее собранием пророчеств о народе Израиля до разрушения храма. У нас после этого будет сейчас 8 глав, которые будут говорить о пророчестве Хискеля о других народах, не о народе Израиля, а потом книга перейдет на пророчествах об избавлении, о того, что нас ждет в будущем, хорошее будущее, возвращение, избавление, возвращение народа Израиля. Но, в принципе, это действительно последняя глава, в которой Хискель говорит к народу Израиля, и именно по вопросу разрушения. Итак, в нашей главе есть два пророчества, причем они оба символически аллегоричны, когда одно пророчество относится к народу Израиля, а второе – это личная трагедия самого Хискеля. И мы тоже увидим, на личном бумаге, очень личная, очень близкая. И она является тоже своим символическим действием. И символические действия, которые делает Ихискель, и оба эти пророчества, оба эти символические действия или аллегории, они, в принципе, асимволизируют и объясняют, и показывают вот это разрушение храма, разрушение уцелема, разрушение всего, что, скажем так, государственность еврейская, государственность на земле Израиля, и присутствие еврейского на земле Израиля вместе с храмом, который уже совсем близко. Дело в том, что у обоих пророчеств есть прямая связь с датой, когда они были сказаны. И оба пророчества были сказаны 10-го Тевета. То есть 10-е Тевета, мы знаем, что это день, в котором началась осада Иерусалима Новохудоносов. Дело в том, что мы эту дату уже видим в конце книги Млахим. В конце книги Млахим там написано То есть, да, и было в 9-й год царствия его, в 10-й месяц, 10-го числа месяца, и пришел Нухоносов царь Бавилонский и так далее, и так далее. И, в принципе, там начинается осада Иерусалима. У нас также есть пророчество хиския Зисхарья, в котором написано по поводу постов о разрушении храма, и там есть Сом Асыри, то есть пост 10-го. Но это есть 10-го месяца, есть те, которые относятся к 10-е Тевета, хотя мы увидим чуть дальше, что может быть-то другое, немножко другая дата, хотя тоже 10-го числа месяца, но это уже дальше. В любом случае пророчество связано с этой датой. Итак, читаем. «И было Слово Господне ко мне в году 9-м, в месяце 10-м, в 10-й день месяца сказано. Сын человеческий, запиши себе имя этого дня, самый день этот, приблизился царь Вавилона к Иерусалиму, тот самый день». Несколько раз появляется фраза «тот самый день» или «бе-эцим-гайом-азэ». Дело в том, что из этого фразы выручил раби Давида Будрагам, что 10-е Тевета единственное, что было установлено к пост позже, из-за того, что в это время момент начался осад Иерусалима, то 10-е Тевета, из-за того, что сказано «бе-эцим-айом-азэ», именно в этот день мы учим, что это единственный пост 10-е Тевета, который не переносится, если бы он выпал на шаббат. Мы не говорим о Йом-Кипур. Йом-Кипур – это праздник, это не пост. Это не пост ради разрушения храма. Это праздник, поэтому, когда он выпал на шаббат, он тоже в шаббат делается. Мы говорим о разрушении храма, о траурных постах, и они все переносятся, если они выпадают на шаббат, то есть они сдвигаются. 10-е Тевета, если бы выпала на шаббат, не сдвигалась. Для того, чтобы календарь так построен, что 10-е Тевета, так оно стоит, оно никогда не выпадет на шаббат. То есть невозможно. Оно может быть в пятницу, но на шаббат он не выпадет. Поэтому, кстати, в пятницу, если выпадает 10-е Тевета, мы постимся в пятницу, хотя все остальные посты, если они не выпадают на конституцию, они переносятся. То есть мы не постимся в пятницу. Кроме 10-е Тевета, хотя раб Иосиф Кару, Шульхана Ру, Бейтисеве спросил, непонятно, куда Будрагам это взял. Стиха это не учится, то есть настолько напрямую. В любом случае. Ихискель получает заповедь. Какую заповедь Ихискель получает? Написать прямым текстом дату, причем, то есть подчеркивается, именно этот день. Для чего? Для того, чтобы в будущем было более понятно, что эта дата, этот день был отмечен тем, что это точка невозвращения. То есть, в принципе, с этого момента началась точка невозвращения, и что бы уже не произошло, остановить разрушение больше уже невозможно. То есть с этого момента, в принципе, началось само разрушение. Десятое Тевета, когда пришел царь Вавилонский на Иерусалим и взял его в осаду. Более того, с этого момента мы увидим, что Ихискель перестает пророчествовать. То есть, мы увидим, как мы сказали, это последнее пророчество Ихискеля, народу Израиля перед разрушением. Почему? Потому что дальше не о чем говорить. Все. То есть, он будет говорить пророчество о других народах, и потом, уже после разрушения храма, он вернется к пророчествам, будет говорить о внеселяющей надежде пророчествах, пророчествах, которые будут говорить об избавлении и так далее, и так далее. Но, в принципе, здесь это последнее пророчество. Дальше не о чем говорить, а точка. Здесь уже все закончилось. То есть, то, что началось, хотя еще не закончилось, разрушение произошло, но, в принципе, уже все. Более того, упоминание даты несет еще один важный аспект. Это Эцим Гайомаза, именно этот день. Для чего это сказано? Для того, чтобы исполнить ту самую функцию, для чего вообще были сказаны все пророчицы Ихисфеля. По идее, он говорит, что 10 ТВ – это пророчество, которое уже ни на что не влияет. Народ Израиля уже ничего ему не поможет, уже бесполезно. Точка невозврата прошла, пройдена, она началась. Все. Пророк. И мы говорили уже изначально, что все пророчицы Ихисфеля, мы когда говорили на самых первых уроках, они предназначены не для того, чтобы народа Израиля исправить, предотвратить разрушение и так далее. Они предназначены, как сказано во второй главе, «Виду кинави гая витухам», для того, чтобы знали, что пророк был среди них. То есть, в принципе, когда они потом будут смотреть постфактум на все даты, которые произошли, и будут видеть, что произошло с ними, у них будет отмечено, то есть, да, вот он пророк, он даты называл. А мы его не слышали, то есть тогда, если они поймут, что пророчество было настоящее, будут в конце концов изменять свои пути и внемлить пророк. Окей, давайте перейдем к первому пророчеству, то есть, после того, как мы разобрались с этой датой. Первое пророчество начинается с аллегории, как мы сказали. «Собери и скажи дому мятежному притчу, и скажешь им так. Так, сказал Господь Бог, поставь на огонь котел, поставь и так же налей в него воду. Собери куски его в него, каждый кусок добрый бедро, причем это, кстати, куски написано, на тахим, на тахим это куски мяса, то есть, да, блюдо. Каждый кусок добрый бедро и плечо отборными костями наполни, то есть, такое, хорошую еду начинаем говорить. Из отборного стада взятыми, а так же подожги, эти кости под ними кусками, то есть, да, интересно, то есть, фраза на иврите, которая происходит. То есть, да, доведи до кипения, чтобы так же выварились кости в нем внутреннего. То есть, в принципе, кости берутся, кладутся и в котел, скажем так, кости, которые, скажем так, подходят для, чтобы их есть, а кости, которые не подходят, чтобы их есть, кладутся в огонь, чтобы варить. То есть, в принципе, все вместе варит этот котел. эта притча показывает нам, скажем так весьма символическое действие взяли котел, взяли кастрюлю, наполнили водой, наполнили хорошими кусками мяса и так далее и в принципе начали это все варить, в чем смысл этого котла что он нам напоминает, напоминает 11 главу а точнее присказку которая была в Иерусалиме у людей Иерусалима напомню они говорили, она котел, а мы мясо так они называли Иерусалим подразумевая, что Иерусалим их оберегает и ничего им не сделает на уход носа то есть как кастрюля оберегает котел мясо, чтобы он не сгорел в огне точно так же Иерусалим будет оберегать нас от, скажем так нападок на уход носа и там мы читали в 11 главе что Всевышний то есть посредством пропущей из Акицкеля развивает, скажем так их такое мнение это их присказку двумя путями он говорит говорит говорит, трупы ваши которые отставите там будут мясом и она будет кастрюлей то есть в принципе вы думали, что защищать будут ваши трупы, это будет мясо а вас я вытащу из нее то есть мне сразу отвечает Всевышний на их присказку что Иерусалим будет защищать и еще другое место и она не будет вам кастрюли то есть Иерусалим говорит что вы думаете, что нам кастрюли защита, но не будет вам защиты и вы не будете в ней мясом я вас вытащу к границам Израиля там будут судьбы вы уйдете в изгнание в любом случае у нас Иерусалим скажет третий вариант что произойдет с ними с этим котлом и с Иерусалима но перед этим нам Иерусалим объясняет почему Всевышний вообще гневается снова он объясняет причину гнева и там и говорит следующее посему так сказал Господь Бог горе городу кровавому котлу отбросы которого в нем и отбросы которые не удалялись из него то есть имеется ввиду отбросы были там было время удалиться но отбросы это никуда не действует мясо отборное это отбросы в конце концов кусок за куском извлеки их не выбирая не пал на них жребе то есть никто не останется в жилах ибо кровь его Иерусалима внутри него была на сухой скале он пролил ее а не пролил ее на землю чтобы покрыть ее прахом сейчас я объясню что это значит чтобы возбудить ярость для свершения мести дозволил я пролить кровь его на сухой скале чтобы не покрылась прахом сейчас объясню то что это значит дело в том что Иерусалим она это котел наполненный мерзость то есть в принципе на иврике слово есть такая фраза то есть говорит это единственное слово которое не появляется больше в Танахе и комментаторы говорят что это зугама зугама это засорение то есть да это мусор в принципе отброс это что они перевели это и в принципе этот отброс этот мусор это заражение которое было внутри оно не вышло из Иерусалима поэтому Иерусалим пришел конец то есть все ее хорошие куски все что в ней есть они выйдут из Иерусалима то есть так выходит и поэтому в принципе никто не спасется какой грех за какой грех здесь грех упомянут как упомянут кровавый Иерусалим речь идет о кровопролитии то есть в принципе грех которым меняем Иерусалиму за его поведение это то что убивали людей то есть там лилась кровь причем кровь которая не была покрыта и не искупилась вот эта идея что кровь которая была пролита из-за убийства она требует искупления ее нужно в принципе покрыть прахом это есть ее искупление и у нас есть несколько мест в Танахе где мы явно видим вот это понятие покрывание крови праха или искупление крови которая была пролита например уже после первого убийства в Танахе вообще в человечестве это когда Каин убивает там написано книги Берешит четвертая голова там говорят голос крови брата твоего кричат не из земли в принципе кровь требует искупления пролитая при убийстве кровь она требует искупления есть еще одно место в Торе это книги Беремидбар мы скоро дойдем до этого в 35 главе там сказано по поводу давайте лучше то есть открою там чтобы правильно прочитать то есть перевод чтобы я не переводил то есть сходя с ума это как я сказал 35 глава почти то есть это Массей там сказано если не будет наказан и не оскверняйте земли на которой вы ибо кровь оскверняет землю и земле не искупиться от крови пролитой на ней разве только кровью пролившего ее то есть в принципе кровь требует искупления то есть если не накажут убийцу то кровь из земли будет требовать искупления то есть пролитая на землю кровь еще один момент снова там же с Каи нам написано ваата то есть там кстати про землю то есть земля земля которая приняла кровь убиенного и не искупилась то есть то кровь то как бы в земле вменяется в преступление вот это вот кровь пытается покрыть что если земля покрывает прахом кровь то это тоже преступление земли там сказано то есть да а сейчас проклят ты из земли которая раскрыла рот свой для того чтобы взять кровь брата твоего из руки твоей то снова про Каину это сказано сегодня когда его наказывают таким образом в принципе то есть кровь требует искупления если не искуплена кровь то она будет требовать и кричать из земли с другой стороны когда виновник кровопролития не наказан то как будто кровь не покрыта то есть это считается как будто кровь не прокрылась как будто кровь до сих пор разлитая находится и в принципе она пока кровь открыта она требует справедливости это допустим как Йов говорит это 16 глава книги Йов 18 стих земля не покрывай крови моей и не буду то есть было место чтобы не было такого чтобы не был услышан вопль мой то есть в принципе что имеется ввиду Иерусалим не сделала справедливости были убийства кровопролития по разным причинам а в Иерусалиме не наказывали убийц в Иерусалиме таким образом она считается как та которая оставила кровь раскрытая то есть не убрала крови убиенного то есть в принципе та которая сама не дала себя искупить то есть не покрыв крови убиенного то есть не наказав преступника она сама приговорила себя что искупление ей не как сказать если мы повторим то сказано на стихе ибо кровь его ушла внутри него была на сухой скале пролил ее и не пролил ее на землю чтобы покрыть ее прахом то есть вот это вот есть аллегория то есть что кровь осталась на сухой ее видно и она требует искупления она не была искуплена ничего не произошло и тогда Всевышний говорит да и я не накрою этой кровью то есть да я не искуплю то есть не накрыть кровь то есть не дам искупления я позабочусь о том говорит Всевышний чтобы кровь осталась раскрытая для того чтобы произошло мщение за эту кровь. То есть то, что он говорит в 8-м стихе, чтобы возбудить ярость для совершения мести, дозволил я пролить кровь на сухой скале, чтобы не покрылась прахом. Дело в том, что разлившаяся кровь, она призывает к наказанию того, кто пролил ее. Она призывает к мести. Когда покрывает прахом, то не видно, к мести не покрывает. То есть Всевышний не даст. Окей. После того, как пророк объяснил, в чем проблема Иерусалима, то есть он возвращается назад к этому котлу и что ее ожидает этот котел. То есть в принципе, в чем приговор этого котла, в принципе, людей Иерусалима и самого Иерусалима. Посему так сказал Господь Бог. Горе городу кровавым. Так же я увеличу костер. Прибавь дров. Разожги огонь. Развари мясо. И размешай варево. И пусть кости выгорят. И поставь его на уголья пустым, чтобы накалился, чтобы раскалилась медь его, чтобы расплавилась внутри в него нечистота его, чтобы были истреблены отбросы его. В усилиях истремился, и не вышли из него многочисленные отбросы его. Лишь в огне уничтожатся отбросы его. В нечистоте твоей разврат, ибо очистил я тебя, но не очистилась ты. От нечистоты твоей не очистишься. И впредь, доколе не утолю я гнев будет над тобой. То есть, в принципе, здесь разбивается снова, скажем так, иллюзия защиты мяса посредством кастрюли. Потому что огонь под этой кастрюли, то есть, огонь под Русалимом разгорится еще сильнее. Он разгорится так, что он не только спалит, то есть, разварит полностью мясо, спалит его и уничтожит его так, что он выгорит внутри до конца. Также сама кастрюля, сам котел расплавится и то есть, выгорится полностью, пока он не дойдет сам до углей. Что это в принципе, что это обозначает? Это аллегория на то, что не только народ погибнет, то есть, не только все, находящиеся в Русалиме, погибнут, но и сам Иерусалим сгорит в огне. И объясняет почему? Только таким образом он сможет выдроить оттуда ту нечистоту и ту гадость, которая поселилась в Русалиме, то есть, всю скверну, которая там есть, другим путем это уже не получится. Таким образом он выжжет и все, что внутри, весь народ и сам город сожгет, только так уйдет эта гадость. В принципе, все это началось именно сейчас, именно в этот день, именно 10 ТВ, как сказано, «Я Господь сказал, наступает беда, я свершу, не нарушу приговор и не пощажу и не раздумаю по путям твоим, по деяниям твоим осужден ты слово Господа Бога». То есть, с этого момента все. С этого момента начинается окончательное решение еврейского народа с точки зрения Бога, тех, которые сидят в Русалиме, те, которые не очистили от скверны, которые внутри них. Понятно, что будет и возвращение, народ, что израиля выживет, потому что есть те, которые в Вавилоне и так далее, но в принципе эти не очистились, этим конец. Это первое пророчество. Отсюда мы переходим ко второму пророчеству. Там тоже Хискель получает сделать символическое действие, которое, скажем так, является частью страшной ситуации, трагедии личной. Хискель вообще в принципе, которое вызывает недоумение и ужас некоторых, что происходит. Давайте прочитаем, тогда мы можем понять, о чем будет речь. И попробуем объяснить, что здесь есть. И было слово Господа ко мне сказано. Следующий раз. Сын человеческий, вот я забираю у тебя усладу глаз твоих поражением внезапным, и не оплакивай, и не радар, и да не прольется слеза твоя. От стена не удержись, по умершим траур не совершай. Головной бар свой повяжи на себя. О, там интересно, ты пиархак вошь. Тут начинается очень интересная вещь, что такое пиархак вошь, то есть в принципе пша, то есть головной убор. Пер это имеется в виду головной убор. Это пша так и перевели. По-настоящему, то есть поэтому, кстати, есть обычай, что не одевают шляпу, когда в трауре, потому что сейчас должен делать все обратные действия человека, который находится в трауре. Все обратные действия, которые находятся в трауре, он наоборот должен не делать траур. То есть он должен одевать головной убор. Наши мудрецы учили, что это тфелин. То есть чтобы он тфелин одел, хотя человек, который в трауре, первый день траура не одевает тфелин. А это учим из-за хискейра, потому что хискейра было сказано сделать. И обувь свою одень на ноги своей. Отсюда мы учим, что человек, который в трауре, не имеет права носить кожную обувь. И не закрывай лицо до усов твоих, потому что раньше человек, который в трауре, закрывал лицо, как прокаженные тоже делают. и хлеба других людей других людей у людей не ешь. О, это говорится, что на первый день Траура, когда человек возвращается с кладбища, то в принципе, он должен, ему нельзя есть хлеб, то есть трапезу, которую приготовил он сам, и Аллаха говорит, изучая из этого книги Хискель, в обратном, от противного, что человек, который в трауре, первая трапеза, его должны кормить другие, то есть чужих людей, то есть он имеет право свое есть, тогда же, как и Хискель, не должен этого сделать. И я говорил к народу утром, и умерла жена моя вечером. И сделал я поутру, как было верено мне. То есть, что мы здесь видим? Ихискель теряет свою жену. Всевышний ему говорит, что он забирает у него его жену. Она умрет. А Ихискель должен после смерти жены не делать никакого травма. Он должен делать все действия, которые показывают обратное травму. То есть, сидеть в трауре, одеть тфилин или головной убор, одеть кожаную обувь, не плакать, не стянать, не рыдать, есть свою трапезу, не так, как делают это люди, которые находятся в трауре. И, в принципе, происходит страшно. Это символическое действие, которое должно научить народ Израиль. Тот вопрос, который поднимается, ради символического действия пророчества жена Ихискеля должна умереть. Он должен, Павел, потерять самое дорогое. Смотрите, как ему Всевышний объясняет. Он объясняет, сын, я забираю тебе у сладу глаз твоих. На иврике это звучит то самое лучшее, что у тебя есть, я забираю. Для чего ты должен показать народу Израиля символическое действие? Как таком может быть? Как? Неужели человеку будет приговорен на смерть только ради того, чтобы показать символическое пророчество для народа Израиля, который так приговорен? То есть, сколько может Ихискель страдать? Он должен потерять свою любимую жену ради того, чтобы передать пророчество народу Израиля? Наверное, из-за этого здесь очень сильно подчеркнуто слово. на русский не перевели его, на иврите оно подчеркнуто. Потому что на иврите сказано То есть, я возьму жену твоей Магифа, это в эпидемии. Имеется в виду, что, скорее всего, жена должна была и так умереть из-за эпидемии. Без связи с того, что происходит. И раз она умирает, то есть, в будущем, то есть, да, то от Ихискеля требуется, то есть, он ее потеряет в любом случае. То есть, это как бы уже по другой причине. Ихискель должен, потеряв жену, научить народ Израиля, вызвать у народа Израиля символическим действием, что он не соблюдает трауру. Как? То есть, да, в принципе, действительно, такое поведение, несоблюдение траура при смерти любимой жене действительно вызывает народу Израиля вопросы. Они сказали мне из народа, уже ли не скажешь нам, что это значит для нас, то, что ты делаешь? То есть, что это обозначает, то, что ты делаешь? Почему ты не справляешь? У тебя жена умрала. Почему ты не справляешь трауру? Что происходит? И здесь сейчас раскрывает Ихискель вот это вот символическое значение этого действия, почему не исполняют трауру по любимой жене. Ихискель отвечает. И сказал я им, слово Господня было ко мне сказано. Скажи дому Израиля, так сказал Господь Бог. Вот я передаю осквернению святилища мое, гордость и силу вашу, усладу глаз ваших и отраду души вашей, а сыны ваши и дочери ваши, которые оставили вы от меча падут. И вы будете делать то же, что делал я. Усов ваших не закроете и хлеба других людей не будете есть. То есть, вы не будете делать трауру. Храм будет разрушен, дети ваши погинут, а вы трауру не будете. И головные уборы ваши будут на головах ваших, и обувь ваша на ногах ваших. Не будете оплакивать и не будете рыдать, а изнеможете от грехов ваших и будете стенать друг перед другом. По-настоящему слову не стенать. Слово, которое используют, очень интересное и непростое. Ни гамтем ищ эль ахад это рычать или выть. Это не стенать, это выть как животное. Животное рычит. Это состояние, которое вы будете делать. Сейчас мы объясним, почему это значит слово. И будет их для вас знамение. Все, что сделало, будете делать вы, когда придет это, то узнаете, что я Господь, Бог. Жена Ихискеля это притча аллегория на храм. То есть ее смерть. Интересно, действительно, то есть так и сандрин, давайте начать сандрин, как должен относиться человек, когда умерла его жена. Гамар Раби Йоханн, Коля Дам Шимета Иштор Ишуна, каждый человек, который потерял первую свою жену, то есть первая жена, первый брат самый сильный, самый любимый. Килю Харав Бейт Амикдаш Байямах, тот человек, который потерял, который умерла его первая жена, как будто был разрушен храм в его не, это говорит Трагмарат в Ходице Моябрия. Откуда Шинеймар, откуда это мухим? Бен Адам и ныне раках мемхайт махмад и нехаба мегефал и сход вело тивке вело таводьим отехал. И приводится наш стих, который мы сказали «Я забираю тебя в сладу глаз, твои поражения внезапных, не оплакивай, не ряда, и не прольется слеза твоя». Из этого стиха мы учим, то есть, что первая жена как храм. То есть, в принципе, жена Хискеля является аллегорией потери храма, уничтожения. И потеряв храм, потеряв сыновей, своих, то есть, сыновей, дочерей, которые погибнут, народ Израиля как их из Хель не будет в травле. Теперь вопрос «Почему?» То есть, в чем смысл этого утверждения? Почему народ Израиля не будет справлять травм, потеряв храм, потеряв государственность, потеряв своих детей, погибшенных? Раши приводит, пытается дать два объяснения. Он пишет так «Ло тин гибу авилут ке эйн менахмим лахе ше эйн бахем ехад ши ло иавел ве эн авилут элабамком менахмим». Он говорит «Вы не будете делать травм, ибо нету утешающих среди вас, ибо нет среди вас ни одного, кто не является человеком в трауре, а нету траура в месте, где нет утешающих». То есть, если нет некому утешать, то нет траура, то есть, правление траура. Так объясняет Раши. «Давара Хэр», то есть, другое объяснение. «Четыре им левкот левне оказдым шатэм бетухам». То есть, вы будете бояться плакать, потому что вы будете находиться среди козде, в изгнании, которые вы среди них, то есть, вы будете бояться плакать перед среди них, поэтому не будет. Дело в том, что два этих объяснения никак не объясняют, что произошло с Хэскелем. Хэскелем, дело в том, что было кому-то утешать. Он находится среди народа, ему было кому-то утешать, и он, несмотря на это, не справляет траву. Более того, ему ничего бояться коздея. То есть, Хэскелем не боится. По этой причине, по идее, он может плакать по смерти его жены. По этой причине, то есть, если мы идем по мнению Раши, то, в принципе, сравнение с Хэскелем, тем, что произошло, оно весьма поверхностное, то есть, оно наружное, а не, скажем так, внутреннее, не относится к самим реалиям, которые произошли с Хэскелем. Но, скорее всего, есть тут намного большее. Дело в том, что, когда человек не делает никаких действий траура, это намного более сильное выражение боли и страдания. Объясню. Дело в том, что законы траура и их соблюдение это, в принципе, шаг признания потери. Когда происходит шаг признания потери, то начинается этап обрабатывания траура, обрабатывания потери, то есть, это шива, то есть, человек, кто сидит шива. Еврейский траур, вообще-то, многие психологи говорят, еврейская система траура, она самая правильная с точки зрения психологии человеческой. Правильно вводит человека, правильно обрабатывает траур и вводит человека в жизнь, то есть, живя, то есть, потерей, которая ушла, правильно обработав и зная, как с этим управлять. То есть, 7 дней, когда человек сидит закрыт, то есть, обрабатывает траур, потом 30 дней, год и так далее, в принципе, построено очень важно. Таким образом, идет переработка траура, то есть, в принципе, обработка ее. И поэтому, для того, чтобы это произошло, то действие, которое связано с трауром, это, в принципе, предоставление чувствам и эмоциям выйти правильно, дать им выйти и переработать траур, в конце концов, выйти из него. В этом слове, то есть, в этом аспекте разрушение храма и смерть детей, которые погибли у людей, это событие, которое невозможно перевалить, которое невозможно съесть. Таким образом, нет места соблюдать законы траура, выражать, то есть, дать этой боли выйти. То есть, в принципе, это не человеческое, то есть, вообще, нет места человеческому нормальному природному действию. Вместо этого, что вы будете делать, как мы читаем в 23 стихе, будете стенать друг у друга, не стенать, будете рычать, будете завывать, как животное. Что имеется в виду, что, в принципе, человек находится в таком состоянии страдания и траура и боли, что он не может это выразить словами. у него остается только животный вой, как животное, которое потеряло все, что у него было. То есть, да, которое воет или рычит, когда ему, то есть, от безосходности. Это то чувство, которое, то, что у вас будет. Вы не будете соблюдать траура, потому что вы будете вообще даже не там. Вам будет настолько плохо и больно, что вы будете выть, как животные, но не сможете, то есть, выразить траура. Вы не будете соблюдать трауру. Это страшная вещь. То, что во втором пророчестве, то есть, в принципе, пик, это самый пик всего пророчества, на самом страхе, разрушение очень близко. И, в принципе, напомню, что Ихискель был, у него был этап, кроме вот этих выходов пророчества и так далее, символических действий, у него, то есть, называется, эпоха молчания. То есть, мы помним, что в самом начале он не захотел идти, то есть, да, и говорили, и Ихискель наложил на него молчание. И это ее пик, это эпоха, когда он прикрывает говорить, то есть, предстает говорить полностью. И это, в принципе, с точки зрения продолжительности его молчания и абсолютности. Давайте сейчас объясню то, что я имею в виду. Дело в том, что с точки зрения продолжительности молчания, в 27 стихе ему пророчество, в тот день отверзнутся уста твои. То есть, да, это когда с появлением беглеца, то есть, когда придет беглец из Иерусалима, сказав о разрушении храма, твой рот откроется. То есть, ты заговоришь, то есть, перестанешь молчать. И будешь говорить, и не анимеешь впредь. Потому что, напомню, что Ихискель анимел. То есть, Ихискель анимел еще тогда, когда после того, как он видел видение, его Всевышний послал говорить народу Израиля, что они ведут себя плохо и так далее, и он не хотел этого делать. Он, то есть, остолбенел, Всевышний сделал его немым, он больше вообще не говорил. И не знаю, что он, то есть, вот эти пророчества периодически, он с первого рота должен сказать пророчество, и все. И дальше анимевшие. У него откроется рот снова, когда придет беглец сообщить, что храм разрушен. По-настоящему это произойдет через полтора года тех событий, которые описываются здесь. Точнее, прошу прощения, это через полтора года после рушения храма беглец пройдет, это мы будем читать. Откуда мы это читаем? Это мы будем в 33 главе, смотрите, мы видим, что беглец придет к Ихискелю после того, через полтора года после рушения храма. Там сказано так, и было на 12-м году, мы в 9-м году, на 12-м году изгнание наше в 10-м месяце, в 5-й день месяца, в 5-й день месяца. Это 10-го, это 5-е Тевета. Пришел ко мне беглец в ружье, чтобы сказать, поражен город. И рука Господня была на мне в тот вечер, перед приходом беглеца, и отверз уста мои, до того, как тот пришел ко мне поутру, и отверзлись уста мои, я более не был немцем. То есть, да, у него ушла немота, у Ихискеля, снова, которая на него наступила в самом начале вообще, его, когда он Всевышний поставил, его назначил на пророчество. И она только открывалась на эти пророчества, которые мы читали. В принципе, это проходит через полтора года после разрушения храма, к нему приходит этот беглец. Это происходит 5-го числа. Кстати, объясняю, что, может быть, в Вавилоне действительно отмечали, то есть начали траву по храму 5-го Тевета. И, может быть, вот это то, что имеет в виду пророк Сахарья, пост 10-го месяца. Это не 10-е, это в это, а 5-е Тевета, потому что Йом Шмуак и Йом Стрепат. День, когда им сообщили о разрушении храма, для них это был как день самого разрушения. По этой причине сделали траву, то есть, когда услышали о разрушении. Но это вот через полтора года, в любом случае. По-настоящему, как мы сказали, периодически немота Ихискеля прекращалась, когда он должен был сказать народу пророчества. Но, в принципе, в 3 года, то есть, 3 года, с 9-го, то есть, вот этого 9-го года, то есть, 10-го Тевета. И до того момента, как пришел беглец, в 12-м году, то есть, их изгнание, то есть, 3 года, 3 года Ихискель был нем. Что обозначает это немота? Мы сказали, после того, как Всевышний был, то есть, когда Ихискель увидел пророчество посвящения, которое мы видели, 1-я глава и так далее, он не готов передать народу те тяжелые аспекты, которые он должен сказать, потому что на него Всевышний наклад, он наложил, то есть, говорит. И он сидит, то есть, застывши, то, что мы сказали. Я сидел там 7 дней, то есть, как бы, остолбеневши. И из-за этого было наложено Ихискель, Акзера, то Всевышний посадок, чтобы он был немой, как мы сказали. И твой язык, это 3-я глава, кстати, то есть, что я говорю. И твой язык прикрепится к небу твоему, и ты станешь немым, и не будет у них человека, который будет им сообщать, ибо дом бунтареяне. И там мы объяснили, в чем смысл было этого. То есть, когда мы разбирали 3-ю главу, мы объяснили, в чем был смысл этого решения Всевышнего сделать немым Ихискель. Самое молчание Ихискеля стало знаковым. То есть, да, то есть, в принципе, это обозначало, что нет больше смысла доказывать народу Израиля ничего. То есть, в принципе, этап объяснения народу Израиля, что им делать, как им изменяться и так далее закончил. Да, мы сказали, Ихискель периодически открывал рот для того, чтобы показать некоторые пророчества. Для чего нужно было эти пророчества? Для того, чтобы произошло то, что мы уже упоминали, чтобы когда этот народ непокорный... Не для того, чтобы он вернулся в раскаяние, то есть, да, он непокорный. Не для того, чтобы они справились, не ради этого. А для того, чтобы потом было сказано, был пророк среди нас, то, что мы сказали в самом начале урока. И таким образом, молчание, абсолютно тотальное молчание, кроме некоторых пророчеств, которые мы увидим, до аж до прихода, то есть, молчание Ихискеля после смерти его жены является, в принципе, тоже символическим действием, показывает огромное страдание и боль о разрушенном храме. То есть, три года молчания. Три года он молчит. Да, можно сказать, а пророчество, которое мы будем читать? То есть, в общем, была пророчество. Дело в том, что нет никакого доказательства, что Ихискель говорил их между разрушением храма, то есть, между этим пророчеством о смерти его жены и пророчеством, которое говорило о котле, и между того момента, когда Всевышний распилил его уста, через три года, когда пришел послание, сказав, что Русалим был разрушен. Может быть, это было сказано потом, просто главы, то есть, чтобы разделить между пророчеством народу Израиля о разрушении и пророчеством народу Израиля, о избавлении, поставили еще главы, которые говорят пророчеством другим народам. И, может быть, с точки зрения времени он говорил в другое время потом. В моем случае, то есть, получается, три года молчания тотального. Три года тотального молчания после смерти жены выражает символично огромную боль. Мало ли он травм не соблюдает, молчит, это имеется настолько боль, настолько непонятно, что у него нет связи, как молчать. Есть очень интересная вещь про катастрофы. После катастрофы, допустим, есть эти вот шаломы. Это адмор из Батьями, огромных институций, адмор из Слоним. Адмор из Слоним как реакцию, он написал книгу на Тиву Шамал, там он пишет, что как мы должны реагировать на катастрофу, мы должны это понимать. Он говорит, что наш ответ на катастрофу молчание. Потому что нет ни одного слова, ни одного звука, ничего, что может выразить ту боль, которую мы испытываем, ту травму, которую мы испытываем в катастрофе. То есть ответ молчание, тишина. И это, в принципе, это символика. То есть, да, это настолько болезненно, настолько тяжело, что тишина. Это настолько, кому уже ты дали, это настолько болезненно, настолько тяжело, что нету травы. Только вой, как у животных. И тишина. Это что происходит. И это, скажем так, самая большая точка самого падения, то есть, пик падения. И именно здесь открывается врата надежды. Врата надежды, которые закрывают, закрывают и запечатывают первую часть книги Кискеля, которая говорит о разрушении. Давайте прочитаем. «Посему скажи им так, сказал Господь Бог, с ковровью будете есть и глаза свои поднимете к кидлом своим, и кровь пролете, и землю унаследуете». Опирались вы на меч... Стоп, 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 где-то что-то не то читаю. Прошу прощения. Это 33 глава. Я остался, возвращаемся до 4. Не то. Вот, начинаю читать. Прошу прощения. «А ты, сын человеческий, вот в тот день, когда я отбираю у них опору их, радость великолепия их, усладу очей их и отраду души их, сыновей и дочарей их». То есть в этот день, когда это все забирают, в день тот придет беглец к тебе. То есть в тот день, когда будет разрушение. Снова вопрос. Как в тот день? Мы столько же узнаем, что это прозор через полтора года. Как же в тот день он придет к тебе? Когда я заберу, то есть в тот день, когда я заберу у них храм, и в тот день, когда погибнут они. То есть в тот день разрушения храма. А произошло через полтора года. Раша объясняет, что имеется в виду, что в тот день, когда придет тебе беглец. То есть не в день самого разрушения. В тот день, когда придет беглец, хотя Радак объяснил, что имеется в виду в ту эпоху. То есть не в сам тот день. Окей? То есть так он объясняет. И снова возвращаемся к тому моменту, что, мол, к нему пришел 5 Твета, и они устроили траур по разрушению храма, то есть Йом Шмуак, Йом Срыпа, то есть когда ты слышишь о страшной вести, то ты делаешь траур, таким образом для них, для тех, кто сидит в Вавилоне, каких-нибудь с кем, тот день, когда пришел беглец, стал днем разрушения храма с точки зрения выражения траура. Так вот, в тот день происходит, именно в тот день, в день тот придет тебе беглец, чтобы известить тебя, в день тот отвержнутся уста твои с появлением Беглеца, и будешь говорить, и не анимеешь в петь, и будешь им знамением, и узнают, что я Господь. То есть, в принципе, в тот день, когда беглец принесет страшную весть о разрушении храма, начнется новая эпоха в жизни пророка. Его, как мы сказали, анимота прекратится, и с этого момента Хискер не разговаривает, как обычно, то есть как обычно, как он говорил, когда-то, до того, он имел боли Всевышнего. И его слова, его, те вещи, о которых он будет говорить, изменятся. То есть, он больше не будет говорить о разрушении, которое не остановит, он начнет говорить и откроет эпоху ожидания к возвращению в землю Израиля. К избавлению нового строительства храма и так далее, и так далее. В принципе, все те темы, которые будут обсуждаться во второй части книги Хискер. И так же, как сказано про эпоху траура, эпоху страшного разрушения, «И будет Хискер вам знамением», то, что мы читали в 24 главе, «И будет Хискер для вас знамением», все, что сделано, будете делать вы, то есть с точки зрения траура. Точно так же, когда вы будете уже там, когда начнется эпоха ожидания возвращения и возобновления, возрождения всего назад, снова и будешь говорить, и не анимеешь, и будешь им знамением. То есть, в принципе, теперь пророк разрушения поменяет шляпу, он станет пророком избавления и утешения. Тов, на этом мы сегодня заканчиваем, закончили, в принципе, всю первую часть книги Хискер, которая является пророчеством, пророчествами Хискеля о разрушении храма, дойдя до самого пика пророчества, которое страшнейшее пророчество, которое произошло с 10-го ТВТ. На этом я урок заканчиваю, кто слушал записи, я подключаю на этом запись. Всего вам хорошего.